Всем привет! Очередной выпуск славянских корней. Сегодня мы поищем славянский корень в слове будущее. Вообще про английские времена. Вот на английском future это будущее, а past это прошлое. Вот что такое past? Past, пишется past, это сокращенное pasted, то есть прошедшее, как и в русском прошлое, это прошедшее, так и в английском. Просто время, название времени past, оно звучит точно так же, как английский глагол past, только пишется этот глагол pasted, а время пишется past. Далее, я хотел порассуждать и вычленить славянский корень в слове past, но сейчас не буду этого делать, потому что меня сейчас интересует future, будущее. Очевидно, что в русском слове будущее, да и в украинском майбутне корень буд, то есть будущее это то, что будет. В украинском это майбутне, а в русском это будущее. Что тут общего с future? А future как на английском пишется? Оно пишется future. Вот теперь небольшое отступление. Звуки очень легко переходят друг в друга. Вот если мы возьмем B, его так распушим, у нас получится V. Вот слово бой, русское слово бой или бойня, но воин, война, то есть B переходит на V. Даже вот в кириллице буква V, она в латинице это B получается. И вот если мы возьмем это future, ну, T легко переходит в D, а F мы делаем потверже, и у нас получается уже buduri. И вот возникает этот корень bud в слове future. Сзади вы видите, как моя собака виляет хвостом. Вот еще небольшое наблюдение теперь к славянским языкам. Вот странность такая, как звук S переходит в T. Сапка и тяпка. А вот еще такое сопоставление. Сапог и тапок. Вот S переходит в T, а G твердый переходит в K. И сапог превращается в тапок. И то, и то обувь. Ну, очевидно, что у них много общего. На этом все. До новых встреч!